привет меня зовут виктор и мы сегодня соберем компьютер из данных комплектующих полная комплектация компьютера будет указано внизу в описании к ролику и также сейчас вы увидите на экране также я напомню что я ко всем своим роликом расставляет тайм-коды сборка получается как правило довольно длинная и если вас интересуют какие-то конкретные моменты вы можете перескакивать по данным тайм-кодом для вашего удобства я их расставляю давайте тогда будем собирать и я потихонечку буду рассказывать о том что здесь выбрана для кого это все собирается и так далее этот компьютер мы собираем для кирилла бородича из минска давайте начнем распаковку и я потихонечку буду рассказывать о железках посмотрим что внутри коробки много всяких наклеечек я тут еще посмотрю на всякий случай я возьму эту книжку чтобы подсматривать немножко посмотрю куда будем ставить ssd накопитель я примерно представляю но перепроверю себя дальше что тут у нас еще внутри здесь сатошлейфы сатошлейф и быстрая панелька для подключения кнопок и индикаторов стойки для ssd накопителей кстати здесь вай-фая даже нет представляете ведет представляете здесь материнская плата больше там 400 долларов стоит вай-фай в комплекте нету странно ну ладно здесь у нас если мы говорим про и про технические характеристики здесь то что нас интересует по сути это всем сдвоенных фаз на питание процессор процессора процессор у нас райзен 959 50x надо хорошее питание хорошая цепь и хорошее охлаждение здесь охлаждение ведь реализовано через тепловую трубку вынесена это пластиковая часть это просто декоративная чипсет у нас охлаждается с помощью вентилятора но как и все x570 и чипсеты брал я специально боксовую версию потому что на боксовой версии больше гарантии стоит он на 15 долларов дороже но есть смысл все-таки взять боксовую процессор не дешевый гарантия в 36 месяцев всяко лучше чем чем 12 месяцев для ое-м варианта ну и есть вероятность если вы покупаете ое-м что у вас там где-то погнутые ножки будут и тому подобное берем процессор все равно я гляну на то как у нас состояние ножек какой у нас состояние может и смотрим здесь у нас есть метка не на самом сокете тоже есть метка подняли рычажок аккуратно уложили процессор он должен лечь ровно без усилий и закрыли крышку установили мы только что установили процессор установим ssd накопитель и распаковываю по мере установки некоторые наоборот сначала все распаковывает после этого все устанавливает вы в принципе можете делать как хотите так я наверное распаковка такой вариант интересная процедура я знаю что многим она нравится так это 980 pro ssd накопитель 980 pro это вся экспресс 4.0 ssd накопитель с безумными скоростями скоростями хорошей надежностью высокой надежностью сейчас майнинг чакойн и тому подобное на вот это вот бум майнинга у нас сегодня 10 июня и из-за этого бума майнинга подорожали создан накопители больших объемов и такой высокой надежности я надеюсь что этот бум сойдет уже скоро но и на самом деле я так уже не один раз говорил что такое ощущение что вот если касается вообще в принципе это че че майнинга че то как-то это все было слишком раздуто изначально то есть было похоже на какие-то манипуляции устанавливаю я вот потому что так будет холоднее если бы вот это вот панель с охлаждением было как-то сопряжена с тепловыми трубками и так далее то я бы наверное даже сюда поставил все-таки принудительное охлаждение более эффективно но в данном случае она разделена вот этого часть разделена отделена от этой поэтому в этой части этот слот будет все-таки в более таком выигрышном положении в плане охлаждения и этот и этот слот для данного процессора поддерживают работу по шине вся экспресс 40 x4 что нам принципе надо установили здесь не забываю снять юночку прикручиваем сначала тут у меня знаете всегда начало начала ролика всегда такой немножко туговато я знаете вот сегодня с утра я пораньше приехал чтобы начать съемку и немножко такой знаете надо мне разболтаться то есть все-таки какая-то такая есть определенная такая сначала скованность потом я вроде обычная как-то так разбалтываясь давайте сейчас это все снимем покажу я как раз таки как тут все реализовано и снимаю наклейки здесь все декоративно вот это это металлическая пластинка но нам тут больше декоративную роль имеет давайте я выкручу вкручу же винт по пантелеевкина чтобы винт этот не потерялся нигде не вы посмотрите как тут все выглядит здесь дистанцирующая стойка есть которая прибудет прикручиваться и создает ли что я вкручу на всякий случай чтобы не потерялся этот это дистанцирующая стойкая но и видите вот как реализован сам чипсет так вот охлаждается охлаждение вот этого слота она отдельно просто как отдельный радиатор хоть и ну такой вот честно говоря вроде как дорогая материнская плата но такие есть решение кита так сомнительные ощущение все-таки что немножко где-то там все равно где-то экономится где-то так я это все выкручивал для того чтобы вам показать и чтобы вам показать и заодно снять вот эти вот пленочки не всегда так мне сложно даются данная плата хороша именно поддержкой такой полноценной поддержкой вся экспресс 4.0 и ssd накопителей и видеокарты все видеокарты здесь если в один в одном слоте то она будет тоже работать по формуле вся экспресс 16x ну точнее вся экспресс 4.0 да именно и форме 16x если вы 2 используете то и для данного процессора и для процессора трехтысячного поколения будет работать видеокарта в режиме две видеокарты вот эти вот режиме вся экспресс тоже 4.0 но x8 вроде даже хлястики есть и зацепить не могу так и здесь с этой стороны тоже снимая есть тут кнопка толчат сброса bios а кнопка обновления bios а кстати возможно даже мне придется это все обновлять перед стартом я не знаю буду я включать это все в ролик потому что я на самом деле не так много времени на все это дело и и совсем недавно я по большому счету у меня была очень похожая сборка в такой же корпус даже с такой же системой водяного охлаждения и и я как раз и видеокарты и материнская плата была там от asus она b550 чипсете я там показывал как обновлять вроде ничего сложного нету в этом давайте распакуем оперативку моим оператив оперативка предатор цель 18 3600 частота цель 18 тоже не скажу что это там что-то такое супер выдающиеся но на самом деле у нас на рынке в белоруссии не так много вообще вариантов именно 64 гиговых китов с нормальными адекватными таймингами чтобы были с нормальными частотами что тут можно сказать что выбирать не приходится но память хорошая претензий у меня к ней нет довольно жесткий у него эти профили но не скажу что это там знаете прям тот топчик топ хорошая память просто хорошая память открываем и поехали я именно киты буду расставлять как раз дуал то что именно в комплекте с китами сло так мы считаю вот мы основную такую же работу сделали давайте сейчас мы установим крепление для водянки и уже будем приступать к распаковке корпуса подобные водянка вот этот kraken z73 тоже недавно у меня была сборка вообще относительно недавно где-то наверно может недели две три назад ролик выходил и отличие вообще основное такое отличие вот этой вот серии от серии например там x72 x73 это по сути вот это вот помпа она с экраном немножко ну пускай так по заявлению вообще производителей что тут вообще изменилось немножко доработана помпа потом получается немножко более качественные вентиляторы там установлены и и вот этот вот добавлен экран если из таких вот принципиальных моментов моментов три вентиляторы здесь набор тоже так кстати такая немножко странноватая вот эта вот конструкция мне на не совсем нравится само охлаждение хорошее но вот это вот подключение управление и дикстикамом тоже не настолько настолько какое-то такое но есть какие-то моменты не совсем прям идеальные да можно сказать так что мы это мы пока в сторону отставляем раз и сейчас поставим крепление крепление для здесь для md у нас что нам надо здесь для md нам надо выкрутить стандартное крепление сейчас минуту вспомню вот м4 у нас вот эти вот стойки понадобятся нам надо выкрутить сначала стандартное крепление давайте уберу вот это мдшное крепление мы выкручиваем и закручиваем вот это вот эти дистанцирующие такие стойки с винтами как нам здесь такая не особенные такие особенные формы сейчас вам покажу все это крепится на стандартный бэкплейт мдшного крепления на металлический бэкплейт кстати очень часто почему-то там например в каких-то кулерах все-таки ну не используют крепление вот это стандартное а там поставляют с каким-нибудь там пластиковым креплением и так далее я так как-то честно говоря я понимаю что этого года универсальности какой-то да но доставить вместо металла вместо нормального металлического крепления какой-то пластик я не думаю что это прям действительно проблема ну такая вот критическая проблема но все-таки сами понимаете что металлическое крепление всяко надежнее чем пластиковое вот и может возможно там на долгой дистанции какие это будет уже сказывается как-то более серьезно вот так это все вкручивается с мясом тоже вкручивать не надо нормально плотненько и крепко закрутили все вот такая вот у нас конструкция просто получилось и мы давайте приступать уже распаковки корпуса корпус большой просторный удобно в принципе сборки единственно что здесь конечно будет вот это вот разводка проводов она такая немножко муторная и возможно не знаю ребята возможно я сегодня все таки сделаю кунг-фу да и сделаю все таки вот чуть более быстро вот эту кабель менеджмент потому что он такой здесь довольно сложно но не то что сложно он просто такой долги и мне не очень сейчас вас надо в итоге там как-то развлекать же да во время этого кабельного менеджмента я лучше оставлю подробную сборку ссылку на подробную сборку именно вот ну в такой же корпус и ну там кабельный менеджмент в принципе будет такой же по сути так я что делаю я раздеваю сейчас вот этот вот корпус для того чтобы установить водяное охлаждение и так далее так далее так далее смотрите сейчас ну какой у меня вообще какая у меня идея у меня идея в том что я все таки буду я все время ставлю все таки да я всегда ставлю если у нас мощный процессор то я ставлю систему водяного охлаждения на переднюю панель тут конечно тоже там сейчас найдутся какие-нибудь комментаторы что ой зачем ты чего ты ставишь туда на переднюю панель это же будет плохо в видеокарте и так далее здесь в данном случае у нас и видеокарта довольно мощная и процессор довольно мощный но процессор по сути дела под водяным охлаждением ну скажем так ну процессор получается так что будет у нас все равно более горячий чем видеокарта в данном случае то есть у нас какие проблемы да то есть у нас надо так надо решить дилемму определенно давайте я пока буду выкручивать вот этот вот вот этот вот вот эту загогулину декоративную как ее правильно назвать не знаю я называю ее декоративной загогулиной значит суть какая у нас два момента то есть мы можем поставить систему жидкостного охлаждения сюда наверх или систему жидкостного охлаждения на переднюю панель с точки зрения такой вот знаете лени мне конечно проще поставить сюда потому что у нас здесь уже вентиляторы все выставлены все там даже там провода выведены то есть просто вообще счастье какое-то да и я просто могу повесить это все дело на верхнюю панель и и все да повесил у нас будет ну как бы быстрее ну то есть мне меньше работы да но почему я так не делаю потому что у нас горячий процессор да у нас горячая видеокарта но у нас горячий процессор и по итогу получается мне все-таки охлаждать процессор холодным воздухом лучше чем охлаждать процессор теплым воздухом который идет от нашей видеокарты горячий то есть у нас как у нас какая дилемма я ее про нее как раз хотел сказать и не договорил дилемма такого плана что у нас если мы сюда на переднюю панель ставим радиатор то у нас все компоненты уже грубо говоря охлаждается чуть-чуть подогретым воздухом от от радиатора или или мы как бы компонентом чуть-чуть холоднее будет если мы поверить поставим наверх но самому процессору будет намного тяжелее потому что он будет подогреваться уже охлаждаться конкретно воздухом от видеокарты которая у нас в принципе тоже прожорливая и суть какая что по опыту да плюс там есть определенные там исследования на некоторых каналах что по опыту получается так что все таки лучше сделать поставить именно на переднюю панель у нас в итоге чуть-чуть возможно будет быстрее вращаться вентиляторы видеокарты но процессору точно будет холоднее и точно он не будет троттлить вот такая вот у меня идея то есть я здесь три винта выкрутил достал вот этого загогулина сейчас я выкручу вот эти вот три вентилятора сначала я освобожу их здесь как бы по логике ну во всяком случае вот на практике получается вот так на практике получается так ну все я я все равно уверен что найдется здесь довольно приличное количество комментаторов которые скажут что я делаю совершенно неправильно возможно здесь вот когда и видеокарта и горячая и процессор то есть оно будет возможно очень какие-то похожие похоже себя вести ну я я вот просто понимаю что вот так вот будет лучше так здесь у нас видите у нас есть разветвлитель я сейчас посмотрю как нам лучше это все дело распределить у нас здесь что еще у нас здесь есть тайп си так у нас все тут все вот это есть хорошо так значит подсветки кстати да здесь в этом корпусе подсветки нету корпуса то есть у нас здесь подсветки будет только сама помпа то есть такое более более такой в таком более сдержанном таком виде потому что есть еще серия и аж 710 и так там там есть еще подсветка но он и дороже получается еще на долларов 30 вот так значит что мы делаем здесь вентиляторы все уже тут больше из большего разведены давайте мы тогда выкручиваем эти вентиляторы кстати тоже было бы неплохо все таки вот сделать тоже такую же съемную панель и на переднюю на передней части потому что как-то все-таки хочется ну вот если вот как в нашем случае все-таки вот такая быстросъемная панель она намного удобней чем чем тот вариант который сейчас у нас так ну давайте я выкручиваю пожужу вам немножко так вентиляторы сняты сейчас я установлю их на верхнюю панель вентиляторы вентиляторы мы будем вот таким образом размещать это верхняя панель да вот это вот часть давайте мы разместим не кстати видите тоже идут трехпиновые но управляться они будут через инзодекстикам само программное обеспечение у них довольно интересное но говорю что все-таки все равно чувствуется какое-то где-то и там и там и там какая-то экономия и это откровенно говоря мне тоже не очень нравится вот я идеальных корпусов пока не нашел таких знаете чтобы не было хотя вот наверное если из таких вот прям хороших корпусов за свои деньги мне 500 и dx нравится очень нравится от от бигвайта наверное он вот у меня к нему как-то претензий особо нету за свои деньги он неплох вот так это все будет выглядеть в этой части здесь будет вывод этих шлейфов вот так вот мы их размещать размещаем вот эти вот вентиляторы и сейчас давайте перевернем это я так собрал чтобы вам показать как это будет выглядеть и сейчас я зафиксирую вот вот такая у нас конструкция получилась мы ее потом водрузим в корпус здесь вот пылевой фильтр идет и получается за пылевым фильтром будет вентилятор и будет и будет сам радиатор значит какая тут особенность особенность в том что нам надо сначала нацепить вот эти вот радиаторы продеть шпильки через вот этот вот через вентиляторы и через радиатор сейчас берем мы радиатор и вот он так таким образом должен находиться здесь плюс сами вертушки должны находиться между радиатором и вот этой вот пластиной и я как раз таки вот в этом про это говорил в начале там ролика что не мешало бы все таки здесь NZXT сделать тоже вот здесь такую быстросъемную панель это было бы конечно намного удобней вот то есть идея вот такая в том что нам надо вот разместить сначала вентиляторы и потом продеть эти вентиляторы с помощью шпилек продеть и накрутить на сам радиатор систему жидкостного охлаждения есть небольшие сложности в этом деле но как там было в прошлом ролике вот как раз было когда сборка я больше говорил об этой сложности чем она в итоге оказалось раз сейчас пока так вот нацепляю нацепливаю чтобы они не падали сначала на 6 винтов как только посадится сам радиатор на эти шпильки уже он тогда как-то отцентрируется и уже будет легче именно вопрос в том чтобы аккуратно и ровно поставить смотрим вот берем видите у нас висят эти винты нам надо на радиаторе попасть в эти шпильки смотрим здесь попал здесь ну как только вот эти две шпильки у нас попадает он уже более-менее ровно становится и мы уже по идее можем остальные так потихонечку не должны видите попадать да вот они попадают я сначала наживлю чтобы уже равномерно все уже было чтобы распределился сам он стал на место нам и сейчас давайте я опять поставлю вас наверх чтобы вы видели уже немножко с другого ракурса потому что такой ракурс уже был в прошлом видео так ну вот это так все выглядит я не проставляю вот эти шайбы вот эти шайбы потому что здесь в принципе ширины головки хватает этих шпилек а так лучше держится то есть немножко длины чтобы длину не скрадывать этих шпилек я поэтому не проставляю шайбы так это мы зафиксировали уже так стиль наверное сейчас вот тоже включу уже тик ток сегодня пораньше встал чтобы начать съемку пораньше приехал по итогу тоже показываю сфотографировать пока там какие-то там отснять пока то отснять в итоге все равно начал на час позже чем планировал сейчас уже рабочий день у меня начинается сейчас начнется начнутся еще звонки но мне на самом деле очень надо как-то побыстрее все это дело собрать так что буду стараться как-то все таки во время как-то пошустрее все это сделать так вот так это все выглядит отлично то есть мы тоже уже радиатор смонтировали все хорошо у нас и потом это вот так вот станет на видите закроется и так не той стороной вот так защелкивается и вот на магнитиках она держится здесь пылевой фильтр довольно мелкая кстати сетка здесь будет нормально защищать вот вот пыли и грязи так значит что мы сейчас будем делать давайте мы сейчас распакуем тогда блок питания и его начнем уже монтировать так блок питания титаниум и сертификат титаниум киловатт ник дорогой крутой тихий всегда но я думаю что все равно найдутся кто-нибудь кто скажет зачем такой брать можно там или попроще или можно взять там чуть-чуть еще там какой-то другой но я не не буду ничего по этому поводу не буду никак это не комментировать так значит что мне тут понадобится я сначала весь комплект достаю с коробочки потом все что нам не надо обратно мы поставим ай красавчик слушайте видите такая сеточка интересная вот сам блок здесь полный набор перфейсов здесь все две эти даже простенько вот характеристики 996 у него ватт по по 12 вольтовой линии 4 линии разделенных так сразу же с ним есть есть у него отдельная такая выносится видите на панельку перемычка да можно сказать с режим оверклокинг я сейчас почитаю более конкретно скажу так что как это по-научному звучит но насколько я так могу представить это объединение скорее всего 12 вольтовых линий если вы планируете так максимально разгонять там например процессор там максимально разгонять видеокарту сейчас я посмотрю я вам пропишу что это обозначает вот потому что здесь в мануале это все не расписано так где он у нас вот он видите с оверклокинг мод есть такая заглушка чтобы мы могли ее включить и так понимаю смотрим или такое если мы прям не хотим переключать или вот включаем и выносим на выносим на переднюю панель на заднюю панель вот этот вот и переключаем при желании в режим оверклокинга вот так но это будет просто вынесем и все на и посмотрим как он себя будет вести на это режиме оверклокинг и и без него дальше давайте мы посмотрим что у нас давайте заодно уже тогда распакуем давайте заодно все таки распакуем мы и видеокарту чтобы по ним было понимание того какие здесь у нас сколько у нас коннекторов под питание и так далее сейчас посмотрим так ребята я тут для тик тока немножко поснимаю поэтому я так пока помолчу а тик ток любит как вот это снимается эти наклеечки там и так далее да так что вы немножко потерпите вечно все не не получается прям красиво красиво как хотелось бы все прям наклеили судя по всему вот эти наклеечки вниз не содрать их как их сдерить делали бы хлясти какие то одно снятие вот этих вот наклеечек столько времени отнимая зачем это надо так ну вроде все все снял я очень много времени потратил я скорее всего это все перемотаю потому что откровенно говоря ну очень долго это все снималось куча наклеечек есть вот такая вот еще линеечка из сделана она кстати из текстолита который материнские платы для чего я все это делал для того чтобы посмотреть сколько у нас разъемов для питания видеокарты будет хорошо это пока мы в сторону три разъема у нас запомнили соответственно нам надо подобрать сейчас провода для который нам понадобится питание питанием материнской платы дальше здесь у нас будет нам моликс один точно по нам не молится нам саташ на интерфейс питания сата понадобится однозначно для того чтобы он нам запитать получается чтобы помпу запитать и у нас один жесткий диск еще дам так это нам не надо вот такой вот нам понадобится хорошо и я отключу еще так это питание видеокарты смотрим здесь двойный здесь двойный один сдвоенный нам наверное понадобится сейчас посмотрю как тут еще реализуется что у нас тут еще в комплекте идет здесь у нас комплекте еще один сдвоенный на питание видеокарты я даже наверное разнесу это на питание процессора это на питание тоже процессора 8 плюс 4 это нам понадобится и я скорее всего я даже вот три разъема подключу у нас три линии независимые я три прям разъема подключу лишние провода попрячу а остальные все подключу на питание видеокарты то есть у нас будет три независимых линии запитывать три разъема отдельных так и остальные нам не нужны значит это мы откладываем в сторону то что нам не надо все это будет с корпусом значит так дальше что нам надо сейчас мы сейчас будем устанавливать за блок питания можно кстати тоже здесь у нас полностью модульный блок питания поэтому можно сначала установить блок питания и после этого уже монтировать все как вот я щас планирую или наоборот сначала все смонтировать а потом установить уже блок питания подключить этот этот вариант в принципе будет в данном случае у нас просторный корпус довольно данном случае это все тоже будет можно сделать значит что мы сейчас делаем давайте я сейчас установлю вот этот вот так что мы сейчас делаем давайте мы в принципе установим тогда материнскую плату потом про выбрасываем питание и уже потом смонтируем блок питания таким образом мы поступим в данном случае сейчас я немного ненадолго прервусь минуточку нам сейчас надо смонтировать материнскую плату и потом уже будем готовиться к установке помпы самой смотрим чтобы у нас дистанцирующие стойки были все на своих местах они у нас уже на своих местах что не может не радовать и сейчас мы смотрим тоже если у вас а его панели нету то вставляете сначала а у панель и если у вас выламывается вот эти вот быстросъем вот эти вот заглушки то соответственно лучше освободить как раз заглушки под видеокарту сейчас мы все это дело монтируем здесь есть центрирующий такой винт на самой в самом корпусе который вот он здесь находится которые устанавливаются с выступом таким и мы установили видео установили материнскую плату и он она уже ровно зафиксировано так значит берем мы тогда этот вот комплект комплект здесь такой хороший в плане того что здесь все раз распределено расписано все раз по пакетикам распределено и они написаны для чего они предназначены так здесь если я не ошибаюсь 10 должна быть с мелкой резьбой хотя нет ошибаюсь так для для моих коллег возможно там если кто-то собирает компьютеры здесь для того чтобы прикрутить материнскую плату нужно нужны винты с более такой толстой резьбой с более широким шагом все мы прикрутили ребята кабель менеджмент я скорее всего буду делать в таком режиме кунг-фу потому что у меня пока даже довольно часто как-то сборки сейчас выходят именно такие подробные я даже не знаю что чем заполнять вам эфир я лучше сделаю какой-то быстро это все сделаю и на самом деле мне так сейчас времени с не особо есть чтобы много времени тратить на на съемку будут просил как раз все таки снять я ему предложил так как бы так да он был не против и он попросил чтобы еще там озвучили да что это не кирилла но я думаю в любом случае любому человеку будет приятно посмотреть на то как собирался компьютер на со стороны а тем более там пацану который в школе тогда он школьник не знаю правда каком классе это рассказать тоже своим друзьям что вот смотри где там чего и как было так значит нам сейчас надо установить уже будем устанавливать сейчас помпу для того чтобы мы закрепить вот это вот опорное кольцо на помпе значит что мы сейчас делаем давайте я сначала обезжирю поверхность процессора и я обычно снимаю еще вот эту вот термопасту которая штатно идет обычно я ее снимаю сначала она такая как это слишком густая для меня возможно возможно я не прав и я вот это вот кольцо тоже это кольцо от intel возможно я не прав но я обычно снимаю и и все сейчас пока положу сейчас мы с ним обезжирим все обезжириваю из-за клином по сути такой тип изопропиловый спирт технический спирт можно сказать здесь тоже обезжириваем так сейчас посмотрим как у нас будет как нам надо разместить вот это кольцо у нас здесь на самом деле сколько вариантов на здесь вариантов не сильно много вот так вот сейчас посмотрю будет ли мешать нам оперативная память потому что такое тоже может быть и нам в идеале конечно вот это вот самый такой вариант адекватный возможно еще вот такой вот вариант вот такой вот вариант в этом случае у нас вот с этой стороны будут будут интерфейсы интерфейсы наверное даже вот так вот лучше всего он будет так сейчас минуточку кстати тут даже видите можно так распределить чтобы было немножко в стороне я сейчас давайте сделаем так как надо раз два вот таким образом это будет размещаться а здесь провода все здесь смотрите здесь надо еще подключать вот к помпе непосредственно здесь два шлейфа идет к помпе первый шлейф идет вместе с дополнительным питанием через этот же шлейф будет управление подсветкой и управление вентиляторами управление помпой вентиляторами вот здесь разветвитель и и отдельно еще шлейф точнее все эспрошу прощения вот это вот для управления через T medic at'an вот этот вот шлейфа вот это для управления помпой и скоростью вращения и так далее вот значит нам для того чтобы все заработало нам надо для начала все это дело тоже установить подключить заранее здесь даже видите такая написанная крючка connect all кабель before my english is perfect да как обычно все пытаются в итоге меня потроллить так значит сейчас я тут соображу как там именно должно быть подключение вот так вот довольно такой большой шнур шлейф не знаю как то в этой вот части и все равно по итогу как-то в видимой зоне получается и это тоже не очень не очень здорово как по мне здесь видите тоже такой еще шлейф который идет ну в данном случае это нормально что он как раз вот г-образный он микро юсбишный и он вот г-образный он вот так вот в эту сторону закручен вот я сейчас его но я просто покажу что он вот так вот подключается вот в данном случае я сейчас его уже подключать не буду потому что нам надо сначала закрутить чтобы нам не мешало хотя вот если в случае с intel am вот этот шлейф мешает случае с md вроде как не мешает но я его но мне никто не не мешает его никто не помешает мне его потом подключить значит я сейчас я вот кстати купил специально уже обновил термопасту взял уже все-таки mx5 кстати не намного она дороже ну вроде хвалят по консистенции вроде она такая ничего интересное так и давайте мы сейчас нанесем термопасту по поводу нанесения термопасты что можно сказать если вы новичок желательно носить термопасту я рекомендую тонким слоем наносить термопасту по всей поверхности процессора если человек уже знающий как ведет себя термопаста то это делать в принципе не обязательно внутрь опять же возможно тут честно меня набросится что нет надо обязательно размазывать и так далее но скажу откровенно по разницы нету и тем более говорят если ты уже понимаешь как будет себя вести термопаста ты можешь там не обычно наношу конкретные полоски и определенным определенным слоем до толщины определенной толщины и пост под прижимом радиатора она распределяется таким образом что потом радиатор поднимаешь там все полностью тонким слоем распределено вот и есть опять же ролик у меня нают на ю тубе есть ролик в telegram канале они telegram канале в в тег токи где там показаны в разные варианты и по сути дела то же самое показано что она все равно все распределяется таким образом как бы ты это все делали не не распределял так значит что нам сейчас надо сделать мы сейчас монтируем саму уже помпу провода не запутались монтируем помпу и сейчас вот мы ее смонтировали эти провода я туда уберу аккуратненько здесь мы распределим так чтобы было видно было видно вот где-то тогда чтобы было видно тоже помпа вот красота потому что здесь на самом деле вот это вот экранчик на помпе он как раз самый красивый можно таким образом еще распределить мы посмотрим как будет лучше смотреться вот по поводу опять же размещение слангов в этой части в этой части сверху снизу то есть но вообще в принципе ну как бы в этих если посмотреть промо роликах то и на фотографиях например на как у того же in the text там они вот эти вот сланги располагает в правой части если так вот с точки зрения вот этих вот моментов там чтобы там не было там этих бурления там и и воздуха и воздушных подушек то ну вот так вот безопаснее ну там есть были исследования вообще когда там надо надо было радиатор вообще размещать вниз там и так далее в этом случае как бы там лучше всего их безопаснее всего это все да то есть в плане там как раз таки тех воздушных подушек да вот этих но вы понимаете что длины то есть если мы располагаем снизу то здесь как бы там не захотели все равно все равно длины шлангов просто банально не будет хватать потому что у нас здесь видеокарта этот какие должны быть шланги чтобы все это дело развести и по опыту все равно нужном так на нздк серию водяного охлаждения идет шесть лет гарантии я думаю что вопросов ну и как бы у меня вопросов к правилах неба здесь равномерно крест-накрест поджимаем вот этот это вот помпу все есть поджали замечательно так сейчас нам надо я пробрасываю здесь провода так это у нас для вот на удлинение линии если вы декстишь на и мы используем здесь шлейф и вот этот надо нам 3 пиновый разъем еще подключить на я его подключаю к ай и оу памп вот сюда к разъема но он здесь все равно здесь помпа все равно питается от sata интерфейса это больше как такой информационный наверно назвать на правильный вот этот разъем что чтобы материнская плата не ругал не ругалась все это есть дело пробрасываю в техническую зону здесь я тоже все это попрячу потом в дальнейшем так есть дальше что у нас тут еще . тоже распределю что более-менее нормально шлейф жгут так есть дальше сейчас нам надо подключить еще вот этот шлейф для того чтобы мы могли управлять подсветкой вот видите вот в этой вот части такой большой жгут шлейфов и как бы ничего с ним как бы не поделаешь на плюс еще еще один шлейф он такой довольно толстый . вот это вот понятно что я тут сейчас это все как-то попрячу но неужели как-то по-другому это нельзя реализовать там пантелеев говорил что было бы ну кстати да и хорошая идея там в плане того что было бы неплохо там как-то и уже по блютузу возможно до управлять так я сразу же подключил вот этот вот шлейф подключил сюда на юсб 20 через юсб 20 мы будем управлять подсветкой данного данного экрана так есть дальше тут еще за гагулину это надо будет поставить это гагулина и всегда тоже не очень люблю ставить она какая-то неудобно так значит что мы сделали поставили в принципе же все смонтировали нам останет осталось установить жесткий диск провести питание подключить переднюю панель не шлейф развести так давайте тогда приступим к этому делу так что мы хоть что я хотел что я хотел давайте даже диск поставим жесткий диск поставим и по пробрасываем провода так это я пока не трогаем прикину как тут нам тоже управлять вентиляторами здесь есть разветвители есть управление я все это дело буду потом распределять так значит что я хотел еще сказать давайте мы жесткий диск установим с эти жесткий диск здесь устанавливается таким образом что нам надо сначала снять для того чтобы его установить нам надо снять вот это вот вот эту корзину это кстати тоже такое как одной из одна из претензий к этому корпусу как-то странно все таки почему бы как-то там через салатки например не выполнить это все это все дело и плюс видите здесь еще тоже никаких резиновых проставок нету ничего чтобы скрадывалась вибрация у нас просто 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 на корзину устанавливается жесткий диск жесткий диск на 4 терабайта опять же выбор клиента я не стал спорить можно было бы ну скажем так тут вопрос такой что можно было конечно доплатить там немного денег взять например двух терабайтник ssd какой-то простой возможно этого бы хватило но я не не уверен там что-то было были какие-то разговоры о том что возможно будет этот жесткий этот компьютер использоваться там и для не только там для игр но и там какие-то работы возможно нужен большой объем и кстати вот эти вот жесткие диски они немножко подорожали но сейчас уже и этот чья тоже под сдулась немножко и у нас в итоге немножко тоже потихонечку как-то возвращается цены на жесткие диски как-то они в норму приходят уже не так дорого это все стоит хотя я и говорил что как-то это очень похоже было на то что как-то специально раскачивали надували пузырь чтобы не знаю или чтобы ну как бы спекулятивно просто чья или возможно это все вообще вышло как в таком каком-то определенном сговоре с производителем ну я ну я не знаю производителями продавцами вот этих вот жестких дисков больших объемов потому что по сути и дорого и быстро по продавали все на получилось у них в продать все эти вещи а еще даже толком не знали никто по чем там все будет и тому подобное то есть вот я установил жесткий диск интерфейсами ко мне и сейчас я прикручиваю саму корзину в эту часть у корзина снимается это тоже хорошо например если мы не используем жесткий диск это мы можем просто снять и у нас будет дополнительный обдув блока питания такие вот дела что еще вам рассказать лето уже на дворе хочется где-то куда-то и выехать отдохнуть у нас тут конечно беларуси вообще какой-то трэш непонятно что знаю куда мы катимся и чувствовать выйдет так ладно не будем о грустном потому что тут вообще все печально так дальше установили жесткий диск значит давайте сейчас тогда пробросим уже питание ну давайте наверное сейчас сначала пробросим эти интерфейсы передней тоннели что у нас тут есть у нас есть usb 3.0 разъем числа разнесу так я сейчас еще гляну где именно он находится он находится сбоку сбоку он находится в этой части в этой части таким то образом так разместим чтобы он был здесь так значит что вам еще сказать я как бы на самом деле не знаю я вот не уверен что я буду полностью все это дело вам но я не думаю вам ютубу как-то рассказывать и показывать в не в ускоренном виде сейчас я вот эти вот провода подключу а когда я буду уже раз водить эти то наверное сделаю кунг-фу но это не точно может быть у меня там какая-то родится история и может быть я что-то вам начну бубнить ребята вы просили конечно вот этот кабельный менеджмент но я скажу что просто я так сейчас особо не вижу смысла это делать потому что совсем недавно у меня вышел ролик практически с такой же комплектации и ну и смысл здесь одно и то же вам показывать я лучше ссылочку оставлю я вот ведь я уже про него говорил про этот ролик поэтому я ссылочку уже скорее всего оставил мне ну вот ну так хотя может быть я сейчас вот вам рассказываю здесь как-то поменьше по моему проводов а может там еще подсветка была за подсветки она была так это я прокладываю есть вот эти кабель-каналы это с одной стороны вроде как хорошо но вот из-за вот этих вот стяжек и тому подобное в итоге получается что это удобно но это дольше происходит на для того чтобы она все нормально тут тут по пробрасывайте надо как-то больше времени тратить стягивает перри растягивать перед перед прокидывать так далее так здесь у нас это фронт панель она здесь собранная в один разъем это удобно это удобно дальше дальше это есть потом hd аудио нам надо еще найти где тут наши ради аудио вот она тоже в этот же вот тут же пробрасываем кабель-канал ну короче скучная такая на самом деле вот это вот занятие надо как-то вас наверное в это время развлекать а у меня как-то знаете мана закончилась я и стримил там вчера и что-то рассказывал и и и ролики так в принципе относительно недавно были тоже там вообще-то рассказывал пока не знаю что там вам сказать что я могу сказать могу сказать что я так начал немножко решил немножко подсушиться но я если это вам это интересно но говорю ребята тайм-коды есть если что просто переклик перекидывать не надо что-то же как-то заполнять эфир я решил немножко подсушиться у меня был определенный опыт вот там так хоть похудание вот так что я в принципе понимаю что мне надо сделать у меня сейчас 80 87 с половиной где-то килограмм я планирую где-то подсушиться до 82 так щадящим режиме и уже там немножко пересматриваю пересмотрел чуть-чуть питание то есть похудание это не снижу жесткие тренировки давайте я вам расскажу в принципе чего вы сами виноваты вы хотели хотели этот кабельный менеджмент я должен же во время кабельного вам что-то рассказывать и я вам сейчас это рассказываю значит суть такая что у многих многих почему-то вот ну давайте для кого-то возможно это будет такое знаете откровение у многих самое такое большое заблуждение это то что для того чтобы похудеть надо прям тренироваться тренироваться там и так далее или там чтобы пресс потому чтобы был были кубики пресса надо там качать пресс там и так далее там неистово и ну короче очень и часто там да и так далее так далее так далее на самом деле это все не так и самое главное при при сжигании жира и в принципе при если мы говорим про пресс на про того чтобы там выглядеть красиво атлетично это питание то есть и пресс это по сути дела не тренировки пресса а отсутствие жировой прослойки у вас на животе значит тут наверное сейчас у меня этот у меня сейчас наверно ребята в тик токе такой чего чем этот дед разговаривать типа вроде ком да они чтобы не могут перейти сейчас я параллельно стримлю на тик ток как я собираю стрим идет онлайн а вы то люди которые сейчас смотрят ролик вы можете переключиться на другой ну там по тайм-коду перейти и все а тик ток все это слушает так значит смотрите что я здесь ну и давайте я сейчас пока вот так распределил немножко провода передней панели сейчас я их подключу к материнской плате что еще потом подкину уже блок питания с проводами и мы уже разведем вот эти вот шлейфы у нас у нас здесь говорю в основная работа это вот распределить красиво шлейфы чтобы просто чтобы было красиво нам я давайте тоже прихлочу тут вот все равно будет для того чтобы все это красиво было надо будет все равно там где-то перри прокладывать их немножко там где-то перед перед вставлять ну как бы ладно сами виноват я всегда говорю что вы сами я делал опрос спрашивал у людей надо надо где делать подробный кабель менеджмент кстати тоже я так понимаю такой же вопрос задавал свое время как-то и пантелеев владимир канала пульс писи и у него тоже такая тематика ну там так практически один в один только немножко другие ракурсы вот и у него тоже ну тоже длинные сборки тоже вот эти вот там по два по три часа сборки но людям интересно как это все делается у пантелеев то как говорится поопытнее да сам по себе на ютубе уже подольше и у него больше маны собирается перед тем как собрать им кстати пореже на пореже делает ролики он там раз в месяц там раз там в три недели делает ролики такие про сборки а я почаще мне надо по активнее нужно наш пантелеева догонять и поэтому мне надо тоже что-то вам рассказывать у него красивее получается рассказывать всякие поучительные а у меня такие как получаются пока так что терпите и ногу короче вам значит что я тут сделал значит пробросил все провода и сейчас мы их подключим здесь эти подключения будет довольно легкая потому что здесь уже собраны собранная фронтальная панель и тому подобное значит так сейчас мы подключим ждя у меня есть подробный ролик о том как подключать переднюю панель он сейчас появится у вас в подсказках и внизу в описании к ролику я тоже укажу все эти момент здесь эти фронтальная панель и мы просто подключаем сюда здорово на праздник просто какой-то сюда юсб 30 вывожу и у нас юсб тайп си обратите внимание если вы берете такой вот корпус или например там аж если нзадекси там например h510 и так далее то есть обратите внимание чтобы на материнской плате присутствовал вот этот вот юсб тайп си коннектор ну чтобы у вас флот этот на передней панели не просто им все не жестковат и такие все это есть сейчас давайте подключать уже провода питания и шлейфы вентиляторов сейчас провод питания подрублю потому что а потом уже буду устанавливать вот эти вот вентиляторы сверху чтобы развести все вентиляторы по нашей в нашей технической зоне так ну и по поводу давайте тогда я пока тут буду это все эти провода раскрув выкручивать я вам сейчас дальше буду за как пояснять за за похудание раз такое дело значит ну вот этот вот это такой вот стереотип и ошибочные такие эти отмышления а про то что вот надо именно жестко тренироваться и так далее до тренировка это она дает себе дает как бы бонусы потому что ты во первых ты тратишь калории но это но на самом деле на тренировках ты не столько тратишь калории сколько ты бы мог сократить свой сколько ты можешь там грубо говоря компенсировать за счет просто снижения калорийности твоей твоих продуктов вот и знаете все тоже опять же у многих как раз таки мысли о том что если это найти если мы если похудание то это надо там жесткие диеты там вот это вот все да то что надо там прям голодать там голодать голодать это тоже неправда это тоже нет не так потому что муском так но можно просто ну доску так не то что там обманывать организм просто мы привыкли есть довольно калорийную такую пищу на там вот эти там булки там сахар там сладкое там какие-то там бургеры там и так далее так далее так далее они кусают они как бы не так много места занимают да ну если по объему да нет высокую высокие калорийность так сейчас я что хотел не тут вот эти вот провода хочу немножко под собрать в этой части сразу же чтобы они там нам здесь не мешали вот и и основная цель в нашем случае то есть немножко ну для того для того чтобы похудеть надо первую очередь надо в первую очередь сократить немножко именно калорийность на питание причем не надо там прям жестить когда ты там наш типов ты ел нормально а потом там перестаешь есть там или перестаешь есть сладкое там или там еще там что то есть у тебя в итоге у стресс на для организма от любой стресс для организма это в конечном итоге срыв и в итоге как надо делать то есть есть например какие-то продукты с высокой калорийностью там например там сметана там майонез там да вот эти вот какие-то вещи которые мы очень любим там сахар там и тому подобное а можно например заменять вот эту сметану там майонез допустим какими-то там греческим йогуртом который очень похож по своей даже по вкусу он похож ну на сметану да он похож но он имеет в там в 5-6 раз ниже калорийность и ты получается съедаешь весь объем пищи желудке у тебя получается столько же да столько же объем такой же объем а пищи калорийность именно вот в калориях ты получаешь намного меньше калорий и потихоньку просто просто перейдя на определенную на такую более низко калорийную пищу ты будешь уже снижать вес особенно если у тебя ну как бы если у тебя большой лишний вес то ты будешь уже снижать вес потом получается еще такой момент что если у тебя слишком большой лишний вес то лучше конечно то лучше конечно еще такой момент учитывать что активность спортивную активность как бы надо поднимать да именно но особенно если там но не надо там найти как тоже начинает там люди там активно бегать там и так далее то есть если у тебя большой лишний вес бег это вообще в принципе ну так если мы говорим про его поле пользу то он польза сомнительная потому что ты как бы с точки зрения до энерго там эффективности ты больше тратишь нам энергии немножко но ты там убиваешь там свои суставы и так далее так далее особенно если у тебя лишний вес то есть лишь на приличном весе таком большом лишнем весе бегать точно не не вариант лучше ходить то есть быстро долго подольше ходить желательно там где-то по минут 40-50 за один проход можешь можно там в день например две таких там три прогулки если хочется там по ускорить этот процесс больше гулять ну скажем так если мы опять же тоже гулять не то что там найти в развалочку там да то есть там где-то там себе за из зашел то мороженка купил и так далее а ну как бы вот именно оделись в удобную одежду вот спортивную обувь и пошли так чтобы знаете где-то пройти например там километра ну чтобы так в темпе где-то 66 там километров там пять-шесть километров в час вот такой вот темп желательно чтобы был и тогда будет будет пользы больше бегать говорю я даже не рекомендую особенно тем у кого там с суставами вопросы там и так далее у меня просто самого в свое время этом военной академии учился у нас такой называли там конно-спортивный факультет был четвертый привет там привет ребятам осушником может быть там сейчас не так но по моему но по моему все так же и и значит и там очень много бегали бегали в этих сапогах там да и так далее и в итоге конечно очень много у меня моих там моих одноклассник однокурсников там у которых проблемы с коленями и у меня у самого там как бы там что-то там с мениском ну короче какая-то тоже есть травма которая ну уже в принципе она не залечивается тем более в моем возрасте и тогда то есть тоже это все и причем это как-то на ровном месте в итоге вышло ну вот очень это травмоопасно очень травмоопасно плюс получается если ты худеешь что в принципе у тебя воды меньше в организме и так далее то есть ты надо аккуратно именно с такими серьезными жесткими нагрузками вести себя ну если ты там спортзал или тренируешься и так далее то есть если ты все-таки на решил сужиться то будь аккуратнее с большими весами там и так далее чтобы не травмироваться вот я не знаю я тут но я ладно я рассказываю обо всем но не про компьютер здесь я пока провода раз к раскидываю и поэтому говорю ребята еще раз повторюсь что просто если что переходите по тайм-коду это для меня это не для тик тока это для youtube а для тех кто уже смотрел кто смотрит этот ролик уже смонтированы так значит смотрите что мы сейчас делаем я тут немножко так слегка развел да вот эти все шлейфы сейчас еще тоже это все буду немножко распределять так чтобы было более аккуратно значит что мы сейчас делаем сейчас установим блок питания для этого нам надо что я вот питание уже процессора вывел вот сюда она в эту часть и сейчас мы подключим 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 сюда вот да вот в этот в сам блок все нужные нам интерфейсы подключаем питание материнской платы здесь такие есть разъемы с защитой от дурака да здесь есть такие ключи которые не позволят вам по-другому воткнуть то есть если вы пытаетесь воткнуть что-то какой-то разъем и он не вставляется то не надо тогда огромное усилие предпринимать вставляйте уже в другой разъем нам так значит что еще хотел у нас я буду ставлю подключать вот эти вот разъемы потому что там сам самый высокая высокие самая высокая сила тока на самая большая сила тока поддерживается вся помните я говорил что я буду подключать 33 шлейфа и по одному из каждой линии по одному шлейфу буду подключать к видеокарте есть вот это подключил плюс получается у нас еще нас здесь разъем так нам не нужен да разъем этот нам уже не нужен этого гашный разъем для питания процессора и не процессора видеокарты и у нас еще нам надо один шлейф точнее два шлейфа два питающих разъема саташ на сюда мы их подключаем подключили давайте я еще стартану блок питания сам по себе чтобы проверить все ли он нормально он работает быстренько в принципе можно и так вот познавательная страничка нас про про правильное питание дяди вити так значит я за просто перемычку воткнул для того чтобы нам так все старт есть очень тихо вот это классно ну вот они конечно крутые блок питания такие мне нравится конечно так дальше у нас здесь видите такие есть еще винты такие крутые тоже для того чтобы мы прикрутили при желании этот блок так и смотрим что нам надо еще то есть нам надо еще вот сюда подключить но что мы нам надо сделать давайте я сначала когда про брошу сразу же питание вот эти шлейфы сюда внутрь внутрь пробрасываем внутрь пробрасываем сюда же сейчас сразу же еще подключаю питание вот это вот тоже через вот этот вот через этот шлейф так сейчас минуту через внутреннюю часть чтобы у нас все это дело за закрылась на и поставилась на место один есть второй тоже также много разъемов много шлейфов точнее но это именно для того чтобы я был спокойным все-таки три линии отдельные и три шлейфа под питание у нас видеокарта не не простенькая такого хорошего уровня поэтому тут сразу все это дело будем выводить так я сейчас тоже это все распределил чтобы у нас отдельно линии были те которые я буду подключать на видеокарту остальные вот эти вот линии я буду подключать на видеокарту давайте сейчас сразу даже схвачу их этой вот стяжечкой было понимание того что это отдельная линия с 3 отдельных линии 12 вольтных которые я буду подключать к видеокарте это так здесь мы сейчас крепим вот эту вот рамку к блоку питания я вот эти винты такие накатанной головкой накручиваю биг вальтовски вот перекосом таким чуть-чуть это рамка стала сейчас все подключаю нормально так значит что еще вам сказать сейчас вот мы уже получается питание все подвели значит я сейчас наверное еще вот эту рамку эту корзину жесткими дисками чуть-чуть в сторону здесь есть возможность есть или нету здесь есть возможность чуть поглубже нет нету это крайнее положение кстати корзины судя по всему да то что я вижу хотят какие-то полос какие-то направляющие здесь есть сейчас я посмотрю может я не вижу других другого положения ну как то так себе на итогу у нас тут много проводов и вот этот вот корзина это почему бы не сделать еще здесь здесь какие то есть направляющие снизу которые бы как-то смотрелись вы но неплохо если мы могли сюда или сюда сдвинуть вот у нас здесь сейчас много много пространство почему бы не сделать не дать возможность пользователю установить поближе в эту корзину как бы собирать все равно удобно но вот и видите даже можно можно к любому даже дорогому корпусу можно докопаться каким-то каким-то таким нюансиком моментиком которые было бы неплохо но почему или я может что-то не понимаю здесь вроде есть направляющие но они не совпадают с винтом а вы ждите все еще они есть ребята есть возвращаясь прошу прощения давайте я сейчас как раз пододвину все инзадексте сарям базы за мой домой хейт тут есть два две возможности сейчас я покажу вам ребята минутку то что я сейчас минуточку я тут прихвачу а потом покажу вам чтобы у вас было понимание есть возможность это все дело пододвинуть я сейчас тогда это все делает и пододвину здесь есть два варианта как вкрутить эти винты две резьбы и вот я вкрутил в одну и как бы сокрушался по поводу того что как бы чего не дать другой вариант сделать но они есть здесь есть специальные такие прорези отверстия с резьбой чтобы у нас была возможность пододвинуть ну вот я сейчас тогда вот в эту часть немножко пододвину и у нас будет все отлично так все нормально в этом плане все нормально так значит вот так это все будет выглядеть этим и эти провода мы сейчас выведем снизу снизу выведем здесь лишние вот эти вот три провода я соберу вот здесь уложу и у нас уже потихонечку вырисовывается до компьютер и что же там внутри получается так давайте я сейчас пробрасывают эти вот провода чтобы они там опять же мне не мешали посмотрим сейчас или в этой части это все будет или в другой части ну короче сейчас в процессе разберемся что называется посмотрим как будет красивее таки поставим я пока пробрасываю эти все провода именно в отверстие для такое классическое отверстие для питания видеокарт пока выведу так посмотрим если будет не очень красиво это все смотреться будем перебросим чуть-чуть с другой стороны так ну вот так вот я вывел здесь можно это тоже прихватить чтобы она нам не мешала так что-то у нас нет и заканчивается еще 20 минут на на карточке карточки так успели за 20 минут может быть и нет так значит что лишнее что мы тут еще убираем вот эти вот шлейфы сразу же тоже давайте уберем чтобы они нам не мешали так вот здесь мы так их уложим так и вот так вот стяжечку беру big white оскорем здесь все это дело соберу 1 и 2 тоже так вот этот шлейф вот здесь ляжет он никому здесь мешать не будет так дальше что смотрим питание ведет к питанием материнской платы нам надо еще вывести питание материнской платы выводим вот таким образом сюда в эту вот часть видите очередной раз приходится вот расщелкивать эти и в я еще скорее всего еще один раз буду их расщелкивать когда буду раз разводить шлейфы питание вентиляторов так вот сюда вот вывели хорошо так значит что нам еще надо у нас есть еще саташный шлейф мы им запитываем во первых жесткий диск наш наверно вот отсюда мы запитаем так он жесткий диск раз плюс нам надо запитать помпу вот она здесь стоит вот шлейф я наверно вот в этот разъем его заткнул то помпа плюс вот эти вот вентиляторы которые к ней подключаются вот они отсюда запитывается так ну вот я вот так вот это сделаю сейчас здесь прихвачу дальше что еще про пола ну давайте я еще по поводу пресса на расскажу что по сути дела от того что ну то есть мышцы пресса это принципе те же самые мышцы какие мышцы там ну не знаю там спины мышцы там груди мышцы рук там и так далее и от того что знаете там очень часто как раз в вот этом вот в спортивном этом да спорт индустрии там типа вот хочешь пресс качай пресс и знаете вот эти вот ролики которые там типа как накачать пресс там типа каждый день тренировки по 8 минут там ну вот этого да вот это вот все такое вот или там то есть типа надо убивать пресс там и тому подобное на самом деле тут тоже надо мышцам давать восстанавливаться во первых да для того чтобы они и росли да и опять же ну то есть вы когда качаете пресс да то есть визуально возможно ну как бы такая фишка есть что когда мышцы в тонусе то они там более то есть у них циркулирует кровь там и так далее то есть они более выигрышно смотрятся но для того чтобы вот ну то есть если вы будете качать много много пресс то у вас но при этом кушать всякие булочки и так далее то есть у вас пресс никогда не появится ну опять же тут понятно дело что есть там какие-то там есть некоторые вопросы там порой с генетикой да то есть когда там у кого-то эти мышцы пресса они расположены выше там кого-то поглубже и так далее там некоторым вообще не там порой там качает он вроде качается и сушится а у него все равно мышцы пресса ну так очень очень слабо видны потому что генетически это все сложно так что ну ему просто не повезло на что у него вот мышцы вот так вот лежат как вот и поэтому короче очень много на самом деле я когда вот я года три назад у меня был опыт какой у меня было где-то 92 килограмма я по-моему где-то весил где-то там около того и я сбросил вообще там как бы временно до 79 потом там как-то немножко устаканился где-то на 81 1 там начал уже там тренироваться там как-то там да то есть более-менее внятно и вот такой вот у меня опыт ну грубо говоря минус 10 килограмм где-то примерно я сбросил вот и ну очень много тогда перелопатил информации и конечно очень много вот этого такого знаете ну типа как инфо-цыганчины такой на то есть типа вещей которые не не соответствуют действительности да и порой даже там противоречат условно там какой-то науки а это все очень много с этим фитнес-индустрии очень много вот этих вот таких вот таких как это сказать как-то назвать мифов до таких так я еще хочу вот этот вот разъем подключить минутку я сейчас отлучусь мне тут немножко по работе дергает значит что нам надо еще вот этот вот разъемчик подключить и уже провести тогда шлейфы вентиляторов так значит что у нас тут есть я сейчас вот эти вот вентиляторы тоже подключу сразу же сюда на этот разъем вот эти так как там наверное отсюда вот их выведу здесь сейчас хочу вот сюда вот все это дело разведу так будет более аккуратно так что еще отвлекли меня немножко я тут мысли потерял ну ладно я так вкратце расскажу если ими отглада не буду уже там дальше углубляться вот про эту тему там фитнес и тому подобное потому что она меня может понести я на самом деле очень много инфы перевопатил если что можете даже поспрашивать я это не знаю на стримах могу вас сориентировать что и как и так далее если вам интересно то есть я уже месту не буду вас тут напрягать сейчас этими разговорами потому что мало ли тут компьютерный да вроде как канал а я тут задвигаю за какие-то за похудание хотя здоровья здоровья это чем старше ты становишься несколько мне 42 скоро и надо да надо все таки за здоровьем следить так значит ладно но пока ты но если ты молодой то ты знаешь обычно на это все смотришь так с высоты так значит что мы хотим здесь у нас здесь еще вот этот шлейфик я смотрю 3 пиновый вот дан вот этого верхнего вентилятора я его буду тоже сейчас выдергивать оттуда значит подключая вот эти вот три вентилятора на вот этот разветвлитель он мы будем управлять вот эти вот вот этими вентиляторами через mzdx текам один вентилятор 1 2 вентилятор и 3 третье подключили и свет туда вот спрячу сейчас мы там еще когда будем проводить дальше по шлейфу эти все я тоже распределю их более-менее аккуратно чтобы было как-то тогда так дальше нам не надо все таки вот это тут расстегнуть чтобы вытянуть вот этот наш шлейф 3 пиновый я его подключу уже непосредственно к материнской платье туда вот в эту часть про брошу дальше получается еще в этой части сейчас посмотрим разберемся где или здесь сюда пока про брошу потом уже разберемся дальше здесь мы в принципе уже можем немножко под собрать хорошо шлейф питания точнее с информационный шлейф саташный от жесткого диска так вы видите все все вроде видите чуть-чуть в сторону так с это тоже мы сейчас пробросим и и у нас останется еще про провести и распределить верхние вентиляторы у нас верхние вентиляторы через вот такой вот разъем у нас вот этот главный и шлейф на я щас посмотрим или отдельно я щас их распределю если хватит длинных проводов или через вот этот разветвитель разберем сейчас в процессе текст сюда я подключаю раз вот здесь в этой части это все будет выглядывать через вот это вот спрятано но будет за этой декоративной загогулиной так значит тут более-менее сейчас давайте мы уже подключимся сейчас установим вот эти вентиляторы и наведем порядок так я может быть сейчас чтобы сейчас соображу куда мы будем подключать вентиляторы у нас так на ступу фан кстати не задействованы пока да сейчас и давайте знаете что у нас длинный шлейф этот я выведу его сюда на начав на шасси фан 2 вот в эту часть так а эти что мне сделать с этими верхними на через разведлитель все-таки подключу и вот подключу их на разъем здесь надо нам еще раз задействовать cpu фан разъем в идеале так сейчас я смотрю раз 3 ну тут разъемов то хватает просто что как-то они как-то в разных сторонах и вот я думаю стоит их разносить или не стоит нам точно надо задействовать разъем cpu фан чтобы наша наша материнская плата не ругалась так давайте сейчас прикину куда тут вывести давайте так сделаем смотрите у нас тут есть разъем вот в этой части я сейчас если получится его нормально спрятать то можно его подключить вот в этот нижний слот смотрю это будет выглядеть как вы что-нибудь видите здесь вроде что-то видите здесь она спрятана будет под декоративной панели и сюда я запитываю это будет шоссе фан 1 хорошо так я сейчас давайте это все дело про брошу максимально вот сюда вот так вот она будет выглядеть нему там но отсюда все это дело вытаскиваем и у нас красиво и ничего видимой зоне не видать хорошо этот этот вентилятор подключили эти три мы подключили и здесь у нас верхние вентиляторы я их они единственное что мне не нравится что не 3 пиновые на 3 пиновые ладно буду настраивать тогда вручную и подключаю я тогда я 3 вентилятора подключу не через разветвлитель а через вот этот вот три разъема так мы или нагрузку немножко снимем и мы сможем как-то регулировать до скорость вращения самостоятельная цепью опт цепью фан и шасси фан 2 все так мы и решили хорошо давайте на относите кнопка старт здорово значит как же бы без нее жили так значит смотрите но это понятное дело что это как бы материнская плата для оверклокинга и они частенько используются именно как в режиме такого открытого стенда так что это все понятно но это я так немножко по типа пошутил нам подключая давайте с каташку сейчас сразу же сюда и мы давайте сюда включимся это вот сюда установим еще наши вентиляторы на выдув так нам надо сразу же продумать как он будет стоять чтобы вывести сразу же провода раз и провода у нас будут вот сюда вот надо сюда сразу же прятать вот в эту часть мы их пробрасываем у нас есть такие направляющие такие направляющие с есть и мы их прикручиваем уже саму панель так у меня все пишется этот ничего не ничего не выпукнулся все нормально корпус большой ведь он как-то нет это иногда задеваю камеру стойку с камеры так ну и фиксируем просто с такими винтами с накатанной головкой нам осталось принципе что осталось только подключить вот эти вот вентиляторы затем развести провода мы сейчас и наверно еще на видеокарту еще в кину сразу же питание подключить видеокарты питания материнской платы и там как-то более-менее аккуратно уложить и провода плюс у нас еще что надо нам надо еще вот это вот шлейфик этот еще вывести на всякий случай путь пусть будет мало ли там захочет что-то сделать чтобы так у нас полноценно был функционал нашей нашего блока питания так я сюда вот пробрасываем саму шлейф вот этой вот штучки вот это вот давайте сразу я тут за него зафиксируем разъем не разъем этот как это назвать кручит этот слот не сегодня надо еще сына забирать из такого не знаю там что-то как-то типа пионерский лагерь что-то такое такой современный пионерский лагерь тоже побыстрее это все дело уже заканчивать чтобы запустить установку настройка уже завтра буду финальные какие-то кадры снимать нет нет еще часа полтора на то чтобы все запустить проверить хотя об этом да частично все завтра уже будет ну и вечером чтобы он запустился погонялся тестами на ночь оставить так значит подключили питание здесь у нас еще будет вот эта загогулина до которую я все время не люблю как-то ставить она как-то такая неудобная так значит что нам осталось еще установить жесткий установить видеокарту и пробросить все провода так чего мы начнем у нас провода видеокарты питание видеокарты будет давайте сейчас я прикину где и будет ли нормально насмотреться если вот здесь будут провода давайте так замоделируем вот он так она и отсюда провода сразу же выводится ну в принципе неплохо мы здесь их также таки оставим сейчас у нас что осталось вот эти вот три вентилятора которые с верхней части с верхней части корпуса нам их надо по пробрасывать таким образом все таки чтобы чтобы запитать давайте я наверное все таки видите буду использовать разветвитель чтобы у нас все дотягивалось потому что ведь один шлейф не дотягивается его конечно можно там перебросить по-другому но откровенно говоря мне лень это делать можно сделать вот этот вот разъем этот не дотягивать поэтому тут в идеале все-таки делать ладно смотрим вот мы взяли тогда берем вот этот вот разветвитель и мы его подключим к разъему цепью фан здесь мы положили и вот этот разъем мы сейчас подключим разъем цепью фан у нас получается вот эти вот вентиляторы которые на передней панели которые охлаждают радиатор радиатор водяного охлаждения они будут подключены и управляться через программное обеспечение nzx ticam вот здесь видите все таки не очень удобно давайте так сделаем все таки вот и а уже вентиляторы верхние будут управляться через материнскую плату верхние вентиляторы и задний вентилятор будет через материнскую плату управляться есть здесь мы уже ухватили и вот в этой части мы сейчас вот здесь у нас питание питание цепью фан и мы сейчас тогда тут как-то красоту наведем и у нас компьютер по сути дела готов останется у нас видеокарту поставить и и все на можем стартовать компьютер вот так так значит что мы сделаем сейчас и давайте проброшу еще за одно пол проверил сегодня первый раз вот сейчас как раз ребята в инстаграм я попробовал еще туда запустить трансляцию смотрим так значит вот я сюда к себе у фан подключил вот этот шлейф изнутри и сейчас мы просто здесь порядочек наведем покрасивее чтобы все было знаете вот так вот это схвачу здесь с этой стороны дима ты когда работаешь это я смотрю что ты частенько хотя ты наверно так временно заскакиваешь на потом на работу так и здесь прихватил вот так на видимой зоне поменьше светил а здесь уже вот таким образом прихватываем есть место много вот в этой но видите здесь большие такие разъемы они чуть может не так не так красиво будут смотреться но я веду в технической зоне но в технической зоне про техническую зону знаем только мы да тут просто их как-то более аккуратно наверное вряд ли получится разложить есть так здесь у нас все подключено все хорошо такие вот здесь еще надо шлефик этот спрятать заднего вентилятора прихватим здесь так у нас компьютер почти готов осталось видюшечку поставить нашим видеокарту поставить конечно так себе не очень прям по фэн-шую но тут или перепрокладывать все жестко не буду уже вас управлять этими делами таким у нас еще помните вот этот вот шлефик который питает типа режим оверклока дам мы сейчас его сюда пробросим не вот в блоке питания здесь он сразу снаружи находится я сейчас его защелкну лучше конечно заранее это все сделать но тут вроде я так посмотрел на нее и что она недалеко и поэтому решил отдельно специально не делать этот момент так вас что тут у нас да это тот самый да асус на такс и здесь прихватываем с кабельным менеджментом скучновато немножко но вы сами об этом просили так значит это есть у нас осталось сейчас посту установить видеокарту и в принципе все да получается и потом ну да еще там быть и защелкнуть эти все панели сверху сбоку а ну и вот эту загогулина установить мою самую ненавистную она конечно красивая но она такая неудобная в монтаже неудобная она у нее есть какой-то шарм определенный в ней здесь видите здесь тоже такой жесткий жесткой вот этот вот шлейф юсб 30 такой приходится как это поджимать его или делать такой пузырёв какой-то вы поняли нам что я не очень это загогулина люблю ну вот я сейчас я зафиксирую а потом уже мы установим жесткий дистащить вот это вот замазка загогулина такая ну вот эти вот шлейф видите в итоге как-то так на излом не очень хорошо становится как это сказать вот это вот красить красиво назвать как это красиво назвать загогулина напишите если вы знаете как это красиво можно назвать напишите как это значит так у нас 11 минут у меня 11 минут осталось я там удалил парочку этих файлов 11 минут у меня осталось на флешке надо успеть надо успеть успеть так где тут у нас это железка вот она так эту мы штуку прикрутили а сейчас надо ускориться быстренько мы вставляем еще разочек видео карту прожали тут и монтируем щелк чуть-чуть я тут прихвачу чтобы точнее при освобожу чтобы немножко по ниже поставить видюшку не перекрывать тут панели элементами корпуса не перекрывались порты так вот стало получше чуть-чуть так массивное охлаждение здесь есть такая опорная рамка это понимаю что здесь даже и не требуется никакой то есть жесткая конструкция здесь особо необходимости в дополнительные рамы опорный и нет так то есть она не прогибается и охват тут конечно серьезно но еще раз давайте повторю что я здесь отдельные три линии использовал 12 вольтные вывел шлейфа отдельно сейчас вставляется этот разъем и вспомнил как я я недавно человек приезжал мой товарищ он 28 по 3080 беленькую покупал от гиги и как раз таки было как раз у гиги вот в первых ревизиях были какие-то проблемы именно с разъемами они были чуть-чуть в сторону как-то отогнуты не сложно было вставлять их он тогда когда там монтировал все это дело он так немножко в итоге получается помучился а потом я когда ему что-то там я не помню что мы там меняли термопасту что-то там чистили по моему да какие-то а и создать кучу какую-то ставили дополнительно и он уже привез компьютер и и потом обратно я вставлял этот шлейф он такая вспомнил да что там плохо она вставляется ну вот так вот красивенько да сейчас красивенько это красивенько здесь мы попрятали здесь все попрятали все хорошо давайте стартанем у меня 7 минут есть на все про все на старт бист ху бист ху бист ху бист ху так у нас эти тут возможно еще даже старта не будет потому что потому что потому что потому что материнская плата вообще она же произведена в 2000 она по-моему девятнадцатом году вообще модель сама 19 года и и соответственно тут есть вероятность того что надо будет прошивать bios для того чтобы был старт так что возможно у нас еще будет как говорится что-то интересное продолжение банкета так что это старт был это был старт или нет ничего пока не крутится наверное все таки надо будет прошивать вирус судя по всему что старта нету а так жаль ладно давайте тогда прерываемся я щас буду готовить прошивки bios а не заодно обновлю вот этот вот процесс весь что тут у меня кверц можно давать сбросили мы бенос например и старт нас почему-то захотел он сбросить bios для того чтобы стартануть что происходит не знаю я там нажал на кнопку к кверт смаз но обновление сброса bios а и сейчас хотя бы может это закрутилась но у нас все вентиляторы крутятся то что я вижу пока старта я не вижу возможно все таки надо будет опять же вставлять хотя вот какие-то еще идут посткоды нет старт есть у нас все хорошо до девайса курента это пишет как будто у меня короткое замыкание по usb портам у меня пишет сообщение о том что кают типа короткое замыкание по usb портам сейчас я посмотрю что тут могло быть здесь то ли давайте здесь передернем и что у нас тут еще может быть я же ничего тут не трогал у вас куда к за по usb портам так еще разочек смотрим что-то у нас бьется выдает без выдает к в по usb портам почему-то меня из юсб портов то в принципе что подключен вот этот и здесь больше ничего подключил весит на другой usb порт сейчас жестко молотят вентилятор вот эти или эти такие но тоже пишет что usb девайс типа под нагрузкой что тут происходит короче какая-то какой-то глюк есть старт есть но глюк с глюком каким-то смотрим вот этот разъемочек что тут у нас есть бишь на этот вот может быть и избит 3 0 раз давайте посмотрим здесь что-то подсоединим посмотрим как из него будет вести себя я я сейчас отключил usb type-c так короче что-то с usb type-c что сейчас мы зашли в bios все нормально так давайте я сейчас ну или возможно пыль какая-то попала давайте еще разочек я перезагружусь другой стороной он двухсторонний может другой стороной я воткнусь у нас все пойдет так стартуем еще разочек у нас еще есть две минуты все про все смотрим будут ошибки или нет сейчас короче пишет опять что я сбит 2 и савер куркант статус то есть что-то у нас тут себе тайп си так ну смотрите почистил я вот этот разъем спиртом не разъема сам шлейф здесь немножко почистил с usb type-c ну и у нас сейчас все завелось то есть там какой-то немножко такой разъем немножко как был знаете как в какой-то такой как немножко подкисший и возможно там вот как раз было за короткое замыкание где-то материнская плата на это реагировала и уходила в перезагрузку сейчас все нормально давайте я сейчас переброшу покажу вам bios и вот наш bios без регистрации смс значит смотрите версия 3003 я не знаю я пока не смотрел дата bios 1204 2020 год ну как бы такой уж да уже мне не совсем свежий обновим этот bios и так далее так далее выключаемся и давайте мы еще зафиксируем все эти оставим все панели так так и задняя панель точнее правая боковая да она зафиксируется с помощью кнопки здесь пазы такие пазы вставляем и здесь у нас щелк и защелкнулась все хорошо такой прям черный такой строгий но у нас подсветка и пока пауза и переключаемся на уже готовое решение настроил я систему установил все драйвера поставил такой более-менее щадящий режим более-менее тихий чтобы он в простой был тихий смотрите сейчас мы тестируем сборку в avx под максимальной нагрузкой совы с инструкциями это тест осисти процессора плюс видеокарты с блока питания давайте посмотрим вот я думаю что вы видите температуры температуру процессора нашей температуры видеокарты самая горячая . 87 градусов точнее на самом деле весьма хороший охладу данной видеокарты кстати так к слову у меня в офисе жарко мне 1 на градусов 28 очень так невыносимо я тут еще по закрывал окна для того чтобы записать жарковато у меня так значит вот температуры по материнке точек чипсет температура это максимальная нагрузка понятное дело что в режиме таком стандартном здесь не будет таких нагрузок огромных потребления процессор кстати да сбросил немножко частоты частоты папа сбрасывал давайте сейчас тут еще что вы понимали о чем речь вот здесь данные можете заскринить разобраться там да чуть чуть поближе потом посмотреть какие тут характеристики частоты сбрасываются это понятно здесь 16 ядер и 32 потока смотрите на результаты все неплохо все очень неплохо я так думал на самом деле что будет горячее дальше можно понятное дело что он поднять какие-то там power limit и там и так далее то есть можно в итоге будет будут более высокие частоты но здесь у нас по факту компьютер свой собирается даже больше для игр и там немножко для работы поэтому здесь нагрузка так нагружаться процессор в принципе не будет что радует что видеокарта очень хорошо себя ведет до компьютер шумноват я сейчас покажу такие шумовые характеристики но так это извините здесь синтетический тест и таких нагрузок в принципе реальных вряд ли ряды такие нагрузки будут встречаться у нас давайте по оборотам здесь вот именно вентиляторы вентиляторы видеокарты молотят так прилично на процессоре на помпа понятно там она регулируется и на процессоре скорость такая ну посмотрите дай уже все ли я все датчики вам показал все температуры все характеристики если что установите посмотрите все здесь на сто процентов нагружается так ну и давайте сейчас тогда переключимся замеряю я шум это когда у нас сейчас стопроцентная нагрузка давайте сейчас остановлю тест вот примерно так это здесь на самом деле у меня рядышком молотит один мой компьютер что у нас в итоге получилось у нас получился мощный игровой и вычислительный скажем так компьютер да может не только в игры может в рендер может во все 128 гигов оперативки мощный десктопный процессор 5950x видеокарта rtx 3090 по сути дела это такой топчик на сегодняшний день охлаждается он тоже довольно эффективная я на самом деле я думал что будет погорячее сама система внутри она в итоге получается очень эффективно охлаждается и опять же жду от вас комментарии куда лучше все таки ставить на переднюю панель или на верхнюю панель систему жидкостного наслаждения но по моему опыту я уже проговорил что на переднюю панель более эффективно это стиль это делать значит дальше что еще можно сказать блок питания у нас dark power тысячный здесь мы вынесли три линии отдельно на 12 вольт вынесли также сюда и в эту кнопку оверклока кстати тоже для информации возможно у кого-то были такие моменты при старте три сигнала вот здесь вот на уровне питания были вот на видеокарте и значит как это решилось я здесь на самом деле вот это вот этот вот режим вот этот вот вот эта часть вот этот переключатель он был в таком нейтральном положении не в нолике не в единичке я включил именно в нолик и все нормально заработала ну и возможно тоже тоже еще после этого еще обновил драйвера может быть тоже это повлияло она кстати вот тоже вы наверное заметили что здесь у меня еще появилась вай фай согласовал я с кириллом что все-таки нужен вай фай поставили мы ему т5 е 5 герцовый модуль вот такой здесь вай фай плюс bluetooth такой относительно в принципе недорогой но весьма интересный так что еще вам сказать вроде как и все компьютер хороший мощный красивый в принципе даже так не скажу чтобы связь сильно сложной в сборке давайте тогда прощаться спасибо за то что были со мной всем хорошего настроения всем добра подписывайтесь ставьте лайки заходите в телеграм-канал и так далее и так далее вы все сами знаете всем хорошего настроения пока все и